Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии недели. Снова мы разбираем события минувшего торгового дня и анализируем, как они повлияли на динамику тех инструментов, которыми мы с вами спекулируем из недели в неделю. То, что сейчас происходит на рынке, можно с абсолютной уверенностью сказать, друзья, это то, что позволяет говорить о 2019 годе как о годе прекрасных возможностей, которые мы используем. Я думаю, что лично в моей торговой практике более результативного года, наверное, и не было. Не хочу накаркать, не хочу никак вмешаться в текущие тенденции. Главное, чтобы они какое-то время еще продолжались, поскольку по некоторым активам цели еще не достигнуты, но мы движемся в нужном направлении. Нефтянка 6457. Вы все прекрасно видите. Цель, которая была обозначена как амбициозная, это тест поддержки 65, оказалось реализовано гораздо быстрее, чем мы думали. При этом стоит отметить, что катализатором для того, что мы наблюдали накануне той, собственно, нисходящей динамики, как и ожидалось, выступил отчет по запасам нефти США. Действительно, всю неделю участники рынка, преимущественно, конечно же, продавцы, пытались протащить нефтянку ниже. Была надежда, опять же, коснуться этой планки. Мы ждали триггер, которым могли выступить, кстати, плохие новости по отношению США и Китая, поскольку мы продолжаем разбирать этот конфликт торгового характера как главную угрозу для темпов роста мировой экономики, ну и, разумеется, для спроса на нефть. Но в данном случае статистика из штатов оказалась более располагающей к тому, чтобы мы сделали поставленную ранее цель. Запасы нефти, друзья, по итогам позапрошлой недели, получается, снизились на 282 тысячи. Это, казалось бы, медвежий фактор, но снижение настолько символичное, что, в принципе, мы все равно можем говорить, что запасы нефти остаются на максимуме практически за последние два года. Запасы бензина, топлива, которое сейчас должно стремительно сокращаться на внутреннем американском рынке за счет спроса со стороны автолюбителей, продолжают расти. У меня нет, честно говоря, объяснения тому, что сейчас происходит, потому что я вот посмотрел, опять же, не поленился статистику за последние годы, но за последние 4-5 лет особо далеко дальше, то есть я не стал уходить, действительно, мы уже говорили о снижении запасов бензина в этот период времени. Сейчас этого не происходит, то есть самый настоящий парадокс. И продавцы очень лихо используют это для того, чтобы именно двинуть рынок в нужном для себя направлении и правильно делают. Вот у покупателей раньше была возможность поднять котировки выше текущих значений, выше 70-75, но этой возможностью они не воспользовались. А медведи очень хорошо используют шансы. Тем более, что если взглянуть вперед, забегая, опять же, на июль, например, месяц, я думаю, что их позиции станут еще крепче, поскольку, как вы знаете, энергетический пакт истекает в июне. И, судя по всему, с учетом того, сколько нефти сейчас добывается в Штатах, в июле мы будем говорить о новой угрозе для рынка углеводородов. Это роста предложения, потому что допускают, что Штаты так и останутся на траектории роста нефтедобычи. Кстати говоря, вчера был зафиксирован прежний рекордный максимум, исторический максимум по производству 12,3 миллиона. Но если к тенденции увеличения предложений присоединяться со стороны ближневосточного картеля, то, соответственно, этот риск станет очень и очень актуальным. Пока что картина продолжает складываться в пользу распродаж рисковых инструментов, к которым, разумеется, относится нефтянка. Мы сделали цель, друзья, символично, что произошло это прямо в преддверии пятницы. Это круто, это позволяет нам на выходные уйти с очень хорошим настроением. И мы уж тем более пока что не дергаться, не пытаться снова присоединиться к вот этому периоду сверхполатильности, поскольку эмоциональная торговля в данном случае может быть сопряжена с большим количеством ошибок. Лучше не лезть. Друзья, рынок дал нам возможность, мы ее использовали и нужно его поблагодарить. Доллар иена 108.93. Снижаемся тоже, как я и говорил, как это было предсказуемо на фоне повышенного спроса на защитные инструменты. Иена у нас продолжает дорожать. Золото сегодня растет, соответственно, это тоже один из основных представителей финансового рынка, который обладает самыми выраженными защитными свойствами. Франк, облигации, это вообще отдельная история. Вчера у нас вышли данные по темпам роста ВВП США. Спад тоже прогнозируемый на 0,1%, да, 3,1%. Но это спад экономики в целом, это снижение темпов роста, вы должны это понимать. Но все равно статистика указывает на то, что Штаты уже не претендуют на прежние максимумы. Индекс расходов на личное потребление, опережающий индикатор будущей слабости и, возможно, даже снижение инфляции. 1% с 1,3% серьезные снижения, и как только эти отчеты вышли, тут же доходности облигаций десятилеток поперли. Вниз, конечно же, снижение доходности облигаций отражает полученный спрос на них из-за ухудшения геополитической картины. 2,17% сейчас десятилетки, и мы говорим с вами о глубочайшей инверсии доходности, поскольку трехмесячные облигации, которые должны по доходности в нормальной ситуации быть ниже, сейчас превосходят десятилетки, поскольку доходность по ним составляет 2,36%. Это, друзья, предвестник рецессии. Все готовятся к тому, что что-то плохое должно случиться в ближайший год-полтора. Я говорил об этом, я думаю, как минимум полгода назад. На этом фоне Федрезерва будет снижать процентную ставку, поэтому с каждым днем, с каждым месяцем вероятность таких решений потенциальных будет только увеличиваться. Сегодня в 15.30 выйдут данные по личным доходам и личным расходам. Как и ранее, я считаю, что это еще одна возможность использовать статистику, чтобы поставить крест на доллары, ну, в данном случае против японской иены. Поэтому 108.93 сделали мы цель 109, движемся дальше, друзья, вниз. Американский фондовый рынок идет следом за прочими рисковыми активами. 1768 пунктов по S&P, цель 2700 не меняется. Доллар канадец 1.3535. Мы поблагодарили, скажем, за день до этого решение Банка Канады, точнее, риторику, которую у нас была возможность проанализировать, риторику, указывающую на то, что политика будет становиться все более и более мягкой на фоне всех рисков, о которых я говорил уже не раз, перечислять их снова не буду. И, в принципе, этого было достаточно, чтобы мало-помалу отбивать каждый день, скажем, по частице у канадца и ставить на то, что пара будет ползти последовательно, пусть и монотонно, но все равно в рамках восходящей тенденции, той, которая нам и нужна, к уровню 1.37-1.38. И вот помимо этого сейчас мы можем положиться и на нефтянку, потому что на фоне текущих цен на бренд, ну и, разумеется, тенденция по WTI такая же, канадец будет находиться под позиционным давлением. Сегодня в 15.30 будут данные еще по темпам роста экономики Канады. Я считаю, что этот отчет может стать еще дополнительным триггером, который, в принципе, нам не нужен, поскольку у нас уже есть достаточные негативы, чтобы продавать канадца. Но, может быть, локально будет неплохо сейчас быстренько добраться до уровня 1.36, чтобы понять, что к уровню 1.35 мы вернемся уже не скоро. Сделка Байлими, друзья, с отметки 1.3480. Если повезет, скорректируемся, оттуда нужно будет снова подбирать валютную пару. А тем, кто открывал позиции длинные раньше, ждем профита. Евро против доллара 1.11.31. Впереди очень важная неделя заседания Европейского Центрального Банка. Ждем подробности операции долгосрочного рефинансирования, потому что они обязательно сейчас нужны, и Драги это прекрасно понимает. В данном случае Драги будет оперировать не только слабой статистикой национальной, не только глобальными рисками, но еще и очень такой тревожной политической темой с Италией. Я не касался этого вопроса некоторое время, и сейчас, в принципе, не собираюсь это делать. Я думаю, что на следующей неделе мы еще поговорим о проблемах с бюджетом и том потенциальном штрафе, который придется заплатить Италии в размере 4 миллиардов евро. Денег, как вы понимаете, у Италии, разумеется, нет. Фунт против доллара 1.2610. Мы снижаемся, нисходящий тренд сохраняется. СССР 1.25 по-прежнему остается на том же самом уровне. Помимо политической неопределенности и ожидания того, что 7 июня заварится вот эта каша того, кто станет новым премьер-министром, мы будем рассуждать о кандидатах и влиянии на экономику, сейчас все-таки растут снова шансы жесткого Брекзита, который сразу же потребует снижения процентной ставки. В общем, рисков достаточно много. Продолжаем с ними работать и зарабатывать, друзья, на тех идеях, которые были обозначены ранее. Хороших выходных, всего доброго, до свидания.